События, о которых мы просто обязаны вам рассказать. Проблемы, которые требуют вашего внимания. Армсездар, подведем итоги минувших 7 дней. С вами программа Индекс, в студии Санья Идрисова. Мы начинаем. Послание главы государства. Обсуждение ключевых аспектов на региональном уровне. Какие вопросы подняты на активе области. Многообещающие перспективы сотрудничества. Куда намерены вложить инвестиции китайские компании. Какую оценку можно поставить в результативности работы органов исполнительной власти. Отчетная встреча Акима города Кукшетау. Хорошая пенсия тем, кто больше работал. Для кого и на сколько увеличились пенсии и пособия. Многообразный Бурабай. Все о зимнем туризме. Что предлагает живописный край для своих гостей. Завершилась первая половина января нового 2018 года. После новогодней затиши уже позади. Наступили активные деятельные дни. В том числе и для исполнительной власти нашего региона. К этой теме мы еще вернемся. А пока вашему вниманию. Главное внешнеполитическое событие этой недели. Состоялся официальный визит главы государства Нурсултана Назарбаева в Соединенные Штаты Америки. Таким образом, новый внешнеполитический сезон президента стартовал в США. И не только для Нурсултана Назарбаева. Это первая в этом году встреча на самом высоком уровне с президентом другой страны и для Дональда Трампа. И это не только важный посыл для двухсторонних отношений Казахстана и США. Непременно углубление деловых связей, расширение торгово-экономического, инвестиционного партнерства. Но и важный сигнал для мировой политики. Казахстан – региональная сила. За 26 лет Казахстан и Соединенные Штаты стали стратегическими партнерами. Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании Совета безопасности ООН. А также встретился с дипломатами и американскими бизнесменами. В рамках визита президента Казахстана в США было подписано более 20 коммерческих документов об инвестиционном и торгово-экономическом сотрудничестве на сумму свыше 7 миллиардов тенге, которые направлены на реализацию проектов в сфере авиации и космических исследований, нефтехимической и сельскохозяйственной отрасли проектов в области инфраструктурного развития. На постоянной основе проводится работа по улучшению инвестиционного климата, защите прав инвесторов. Казахстан стал ассоциированным членом комитета по инвестициям ОСР. Присоединился к декларации о международных инвестициях. Действует Совет иностранных инвесторов при президенте. Ежегодно со всеми инвесторами я встречаюсь. Раньше мы встречались два раза в год. Решаем все их вопросы. Сегодня это стало хорошей, доброй традицией. Важные соглашения придадут большой импульс двустороннему сотрудничеству. США для Казахстана представляет огромный интерес с точки зрения инвестиций, так как американские компании обладают необходимыми высокими технологиями. А как известно, именно технологическое развитие входит в триаду казахстанской модернизации, согласно новому посланию президента 2018. По сути, современным технологиям главным образом и посвящено послание. Как подчеркивает Ельбасы, сегодняшние достижения Казахстана не гарантия завтрашних успехов и пересказывает ключевые аспекты, нацеленные на новое качество развития страны. Вопросы реализации положений стратегического документа обсудили на минувшей неделе и в ходе актива Акмолинской области. В мероприятии приняли участие акимы городов и районов, депутаты маслехатов, руководители госорганов, представители общественности и СМИ. Курс на модернизацию намечен в том числе и в агропромышленном комплексе. Как отметил глава области Малик Мурзалин, это позволит кардинально увеличить производительность труда и обеспечит рост экспорта переработанной сельхозпродукции. К слову, сегодня в области под брендом региона действуют около 80 компаний-экспортеров. В 2018 году планируется взвод цеха по производству крупных зерновых культур в Гавцинском районе. В первой очереди самого крупного проекта в стране по производству мяса птицы – Махинской птицефабрики. С реализацией проектов, ориентированных на глубокую переработку, в области есть все возможности по увеличению в течение пяти лет производительности труда в АПК два с половиной раза. Это такую задачу ставит перед нами глава государства. В рамках поручения президента в области в прошлом году создано 35 сельскохозяйственных кооперативов лесного и молочного направления с объединением 9 тысяч личных подсобных хозяйств, за счет которых загрузка мощности по переработке увеличена на 5%. В планах на текущий год создание еще 28 сельхозкооперативов и увеличение числа вовлеченных в кооперацию личных подсобных хозяйств до 25 тысяч. Достаточный потенциал региона позволяет нам обеспечить правдовольствие область и столицу, продвигать бренд, сделанный в Казахстане за пределами республики. В современном мире только те компании, что внедряют и используют самые передовые цифровые и IT-технологии, по-настоящему успешные и конкурентоспособные, подчеркивает глава государства. В нашей области более 20 крупных предприятий уже применяют инновационные технологии и цифровое оборудование. Подтверждением тому служат компании «Казах Алтын», «Алтындау Кахшитау», «Тенас», «Семисбайу», «Акмала Феникс». Уже в продаже разработанная Национальным центром биотехнологий первая отечественная вакцина от бешенства. Степногорские ученые создают вакцины и от других смертельных болезней, к примеру, ящера, а также экологически чистые биопрепараты для нужд сельского хозяйства. В частности, по прошлому году мы использовали биологические препараты, которые не вредны для экологии, окружающей среды и для животных, которые применяли на посевах пшеницы в Акмолинской области, в пяти хозяйствах. Это как альтернатива химическим препаратам. И мы увидели результат, лековина повысилась в 40 раз, это 37%, это очень хороший результат. Соответственно, в два раза качество урожая поднялось, причем не используя никакой химии. Внедрение новых технологий. Современное здравоохранение должно ориентироваться на профилактику болезни, а не на дорогостоящее лечение в стационарах. Особое внимание – укреплению репродуктивного здоровья молодежи. Еще один посыл стратегического документа. В послании намечено принять комплексный план по борьбе с раком, создать научный онкоцентр. Как сообщил глава области в этом году, в Кокшитау будет построена онкополиклиника стоимостью 2,2 миллиарда тенге. Акмолинские онкологи повышают квалификацию в ведущих клиниках страны и за рубежом. Регулярно проводятся мастер-классы по проведению малоинвазивных операций с сохранением органов. В 2018 году будет внедрено еще 7 высокотехнологичных методов операции. Сегодня проводится подготовительный этап для перехода на совершенно новый уровень оказания онкологической помощи. В перспективе – это открытие пяти межрегиональных центров ядерной медицины. В целом все мероприятия позволят увеличить доступность казахстанцев к высокотехнологичным методам диагностики и лечения заболеваний. В разные периоды развития нашей страны каждое послание отражало актуальные вызовы времени и предлагало четкий конкретный план действий. И на этот раз предложен продуманный, логически выстроенный, стратегически выверенный документ. Он – руководство к действию для каждого казахстанца. Планы намечены и определены в приоритете улучшения жизни людей. Социальная стратегия государства ясна и понятна. И в этой сфере необходимо двигаться дальше. 30 квадратных метров каждому Ельбасы в своем послании поднял планку обеспеченности казахстанцев жильем. Программа развития остается неизменной и для органов местной исполнительной власти она будет ориентиром в работе. Ведь это касается десятков тысяч акмулинцев. По этому вопросу на неделе даже стояло совещание, а именно по реализации государственной программы Нурлыжер. Аким области Малик Мурзалин отметил в пристоличном регионе хорошие показатели. Но мы должны выдержать заложенные параметры. И в последующие годы какие планы по решению квартирного вопроса и на каких условиях акмулинцы могут рассчитывать на заветные квадраты, узнавала моя коллега Асель Турар. В течение трех лет в области появятся поселки в едином архитектурном стиле, собственной инфраструктурой, социальными и бизнес-объектами. Специально для реализации госпрограммы в ноябре прошлого года при социально-предпринимательской корпорации СИЛЬ создано ТОО «Мулан-Урлыжер». Строительство в разных районах области уполномоченная компания запланировала в течение трех лет. На 2018 год у нас запланированы три массива в Целиноградском районе для строительства индивидуального жилищного строительства. Это два массива сели Кабамбай-Батыра, а также многоквартирное жилищное строительство в селе Акмол. Первая очередь составляет в селе Акмол порядка 51 тысячи квадратных метров, что суммарно составляет где-то 612 квартир. В селе Кабамбай-Батыра в массиве порядка 121 индивидуального жилого дома и в втором массиве порядка 145 индивидуальных жилых домов. «Земельные участки уже выделены ОНК, СПК и СЕЛЬ. На сегодняшний день ведутся проектные изыскательские работы, а также ведется поиск потенциальных инвесторов». В настоящее время ТО Акмолам-Урлыжер изучает потребность в строительстве жилья и в других регионах области. Так с 2019 года планируется начать строительство в Бурабайском, Зерендинском, Аккольском, Шортандинском районах и городе Степногорск. Компании рассказали, как будет выглядеть данное жилье. «Застройка будет у нас вестись комплексная, то есть это будут поселки формироваться в едином архитектурном стиле, со своей бизнес-инфраструктурой, социальными объектами. То есть в этих поселках будут уже проложены все инженерные коммуникации, дороги, благоустройство, озеленение». Дома будут строиться за счет частных инвестиций, а также кредитных средств через банки второго уровня. Жилье будет реализовываться между вкладчиками Жилстройсбербанка. Он, напомним, является оператором по трем направлениям строительства. Через частных застройщиков, местные исполнительные органы и по индивидуальному жилищному строительству. «Через местные исполнительные органы в прошедшем 2017 году мы реализовали пять домов. В этом году планируется через местный исполнительный ввод в эксплуатацию шести домов, через поддержку инициатив частных застройщиков. Мы планируем в этом году строительство тоже шести домов. У нас есть уже договоренности, меморандумы. Кроме этого, еще планируется у нас строительство индивидуального жилого строительства. Это в Тельноградском районе. 266 домов, да. По итогам 2017 года Жилстройсбербанк, у нас есть хорошая динамика роста, роста как и вкладчиков, так и сбережения Жилстройсбербережения. К слову, на сегодня в филиале Жилстройсбербанка насчитывается порядка 35 тысяч вкладчиков. При этом всего по области в очереди на жилье из госфонда стоят порядка 22 тысяч человек. На минувшей неделе органы исполнительной власти активизировались. Совещания, отчеты, кадровые перестановки, обсуждение актуальных вопросов, встречи с населением. График плотный, но самое главное – плодотворный. Именно эта работа сегодня является фундаментом реализации планов на ближайшую перспективу. Как отметил глава региона, в будущем сегодняшние шаги должны повысить качество прогнозирования социально-экономического развития региона. Речь идет о стратегических задачах, которые необходимо решить. Инновационный путь развития – именно он подразумевает привлечение инвестиций и создание комфортных условий для развития бизнеса. И этот вопрос на повестке у руководства области. Год только начался, а результаты уже есть. В регион прибыла группа китайских инвесторов. Взит иностранных гостей не случайный. Еще в конце прошлого года делегация Акмулинской области во главе с Маликом Мурзалиным провела 9 деловых встреч с представителями инвестиционных и промышленных структур в Пекине, по итогам которых достигнута договоренность развивать сотрудничество в области туризма, сельского хозяйства, строительство, жилищной инфраструктуры, автомобилестроение и глубокой переработке зерна. И вот следующим шагом должен был стать приезд рабочих групп Поднебесной в Акмулинскую область для проработки этих вопросов. И он состоялся на днях. Обсудить многообещающие перспективы сотрудничества в строительных и энергетических отраслях прибыла группа китайских инвесторов. Они намерены вложить инвестиции в строительство жилых домов и теплоэлектроцентрали. Представители китайской компании встретились с главой региона и рассказали о своих рабочих планах. О том, чем еще жила и дышала наша область, расскажет официальная неделя. Укшитау нуждается в ТЭЦ. Строительство этого объекта крайне необходимо жителям города. Возведение жилья также является одним из актуальных вопросов. Поскольку в очереди на заветные квадратные метры в области сегодня стоит свыше 20 тысяч человек. Поэтому Акимобласти Марик Мурзалин отметил важность предложенных инвестиционных проектов. Наша эта встреча является логическим продолжением тех встреч, которые состоялись в Китае в конце прошлого года. В ходе наших встреч как в Пекине, так и в Шизианхуане мы обсуждали целый ряд вопросов. Начиная от строительства ТЭЦ, реконструкции выносительных кондиционных сооружений в городе Купшитау. Строительство доступного жилья для жителей области, строительство индустриальной зоны. Я рад, что китайская сторона проявила интерес к сотрудничеству, в первую очередь инвестиционному сотрудничеству с нашей областью. Объединенная китайская компания намерена установить партнерские отношения с Казахстаном. Нас заинтересовали проекты в Акмолинской области. Когда приезжала казахстанская делегация, мы предварительно обсудили вопросы. Теперь прибыли специально, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. Отметим, что наша объединенная компания занимает существенное положение на рынке Китая, имеет большой опыт работы. Представители китайской компании проводят в Кокштау два дня. За это время они изучат рынок строительства жилья, рассмотрят возможные варианты сотрудничества. Аким Акмолинской области Малик Мурзалин ознакомил участников аппаратного совещания с новыми назначениями. Канат Идрисов, уроженец города Кокштау, работал в налоговых органах Акмолинской области. До настоящего назначения являлся заведующим отделом по управлению подведомственными организациями управления делами президента Республики Казахстан. Идрисов Канат Муратович будет занимать должность заместителя Акима Акмолинской области по вопросам индустрии и инвестиций. Новый заведующий секретариатом Акмолинской ассамблеи народа Казахстана Галямов Ринат Фаатович также является уроженцем города Кокштау. До настоящего назначения работал в должности руководителя управления по вопросам молодежной политики Акмолинской области. Газ, экономичное топливо, гораздо выгоднее и эффективнее, чем используемые в настоящее время уголь и мазут. Понимая это, местные власти принимают меры по газификации региона. Первый проект охватит города Кокштау и Степногорск, ряд районов, в том числе Щучинско-Боровскую курортную зону. В первую очередь на газ будут переведены котельные, постепенно и общественный транспорт. Потом коммунальную технику, все что можно в Щучинске и в Боровом перевести на газ. Это будет одно из таких поручений. Переводим на газ. С точки зрения экологии это нужно, если надо, я говорю, мы там через СПК будем помогать участникам. Но это будем заставлять делать. И до города это тоже дойдет. ТО «Глобалгазгрупп» наверен провести в рамках государственно-частного партнерства газификацию столицы и северных регионов страны. В перспективе строительства газохранилища в Окольском районе. Учитывая тот фактор, что Щучинск является и Боровой является экологическим районом Казахстана, Мы для этого рассмотрели в первую очередь проект газификации города Щучинск и перевода пятикотельных города на природный газ. В случае подписания договора ГЧП этот проект будет выполнен в первую очередь. Люди получат более чистое экологическое топливо, котельные получат второй вид топлива, который существенно увеличит их надежность. Газификация будет проводиться в автономном режиме. Когда же будет построен магистральный газопровод, пока неизвестно. Однозначно одно – будущее за этим природным топливом. На заседании с участием Акима области Малико Мурзалина был рассмотрен ход индустриального развития, оказания госуслуг, поддержки молодежи. Приведены сведения о распределении бюджетных средств на социальные проекты. В 2017 году из нацфонда выделено 1,9 миллиардов тенге на строительство школ на 900 мест и пристройки на 420 мест школы в 18 школе в городе Каштау и 800 мест в городе Щучинск со сроком реализации 2017-2019 годы. В текущем году выделено 2 миллиарда на продолжение строительства данной школы и на начало строительства школ на 300 мест в селе Кожануканце на Градском районе. По решению вопроса аварийности Акмолинской школы в Лондонской области разработана проектно-смертная документация по реконструкции ПОКС со строительством котельной, который заявлен в Министерство образования с ходатайством о выделении средств. Далее выступили руководители Управления здравоохранения, образования, энергетики и коммунального хозяйства Акмолинской области, которые рассказали о результатах своей работы до 2017-й год. Аким Акмолинской области Малик Мурзалин выслушал спикеров и в своей речи остановился на двух важных моментах. Глава региона отметил низкую вовлеченность частного бизнеса в строительство детских садов, указав в этом отношении на недоработку городского Акимата. Аким области подчеркнул, что несмотря на стремительную цифровизацию страны, у людей в нашем регионе нет возможности отследить, на каком месте в очереди в детский сад они находятся, так как списки не обновляются по нескольку лет. Вопрос по садикам, что предприниматели не проявляют инициативу, не приходят, не строят садик, как в других областных центрах. В электронном виде у людей нет возможности проследить, на каком месте его ребенок находится в очереди, мы принципиально разговариваем со своими коллегами. Не так, чтобы замыли вы его вопросы, а на наталье мы тем более не должны замыли. По очередям, да, это неправильно, мы должны привести эту работу в нормальное состояние. Подводя итоги заседания Бюро полицовета, Аким области поставил перед однопартийцами ряд первостепенных задач. По всем вопросам повестки дня приняты соответствующие постановления. Прием граждан начался с обращения учредителя общественного фонда «Мужская слеза» Ирины Николаевой. Ее вопрос был направлен на передачу обелиска памяти погибшим в авиакатастрофе под Алматы в 2013 году в коммунальную собственность Акимата города Кшитау. Пять лет назад произошла трагедия под Алматой, трагическая. Погибли 21 человек. Мы пять лет назад приняли решение об образовании общественного фонда «Мужская слеза». Установили обелиск в 2015 году. После этого стали обращаться, чтобы парад Акима города Кшитау принял на баланс обелиск. 26 декабря нам дали ответ, что обелиск принял на баланс города. Спасибо заместителю аппарата Акима области, что они вошли в наше положение и помочь решили. После этого к председателю областного филиала партии «Нуратан» с вопросом, касающимся реконструкции 60-квартирного жилого дома для медицинских работников, обратился главный врач Жаркаинской центральной районной больницы Гусман Ахмедбека. Также он рассказал главе региона о состоянии больницы и здравоохранения в районе. На основе проводится работа по предпочтению молодых специалистов и закреплению в районе. За счет 3-й успехов в настоящее время обучает 13 человек, это 15 детей. За последние два года в районе облинуло 10 макбалотных врачей, 16 средних медицинских работ. В ходе беседы с гражданами также были подняты вопросы реконструкции системы водоснабжения в селе Бирсуа Джаркаинского района, ремонта водопровода в Егиндекольском районе, где питьевая вода по сей день остается злободневной проблемой. Кроме того, к председателю областного филиала партии «Нуратан» с просьбой о содействии в ремонте Караигинской средней школы обратился депутат местного районного маслехата Бикет Досанбаев. В завершении встречи Малик Мурзалин отметил, что все поднятые вопросы взяты на контроль и будут решаться в соответствии с действующим законодательством, после чего дал ряд конкретных поручений руководителям соответствующих ведомств. На днях жители поселка Станционы смогли почувствовать себя в роли экзаменаторов. Состоялась отчетная встреча Акима города Кашитау Ермека Маржикпаева перед населением. Что сделано и что еще предстоит сделать? Озвучены самые ключевые задачи и планы. В поселке Станционы построят новый дом культуры. Для индивидуального строительства выделят свыше 3000 земельных участков. Кроме того, планируется открыть врачебную амбулаторию и аптеку. Другими словами, больше конкретных цифр и фактов и меньше общих слов. Отчет заслушан. Какую оценку можно поставить и результативности работы органов исполнительной власти? Об этом Саден Альмусаев. Жители поселка Станционы, более известных как станция, как штаб 2, приняли активное участие во встрече. Они довели до сведения Акима свои пожелания. Состоялся конструктивный разговор по разрешению имеющихся проблем. Ермек Маржикпаев, в свою очередь, остановился на задаче по исполнению поручений президента. Индустриализация, которая должна стать флагманом внедрения новых технологий. В целом, в нашем городе оригинальная карта вмещает 17 проектов на сумму более 20 миллиардов тенге с созданием 1257 рабочих мест. В этом году продолжается реализация проекта комбайновый завод «Вектор». «Вектор», вы все прекрасно помните, позапрошлый год мы очень серьезные предприятия сдавали. Сдали лечебницу Алицена, Каик, Бижан, мясоперебарочный комплекс, Ахмала-Бедай. И вот в этом году мы сдадим комбайновый завод «Вектор». Сумма инвестиций более 2 миллиардов тенге, где будет создано около 100 рабочих мест. Отчет Акима города по сравнению с прошлыми годами был короче и содержательнее. В целом, в текущем году запланировано много крупных проектов. О социально-экономическом развитии поселка Станционный доложил местный Аким Ардак Пасханулы. По итогам доклада Ермек Маржакпаев дал местным исполнительным органам ряд поручений. Прежде всего, по усилению общественного порядка силами местной полиции, улучшению санитарного состояния поселка. Вместе с тем, в дальнейшем развитии нуждаются малые и средние бизнесы. Аким город остановился на поэтапном решении вопросов детских садов, дорог, жилищного строительства, водоснабжения областного центра. В текущем году работы по ремонту улиц и благоустройству будут продолжены. Ермек Маржакпаев продолжил отчетную встречу ответами на вопросы жителей. На их основе руководителям городских учреждений и организаций даны соответствующие поручения. С этого года в республике повышается пенсионный возраст для женщин до 58,5 лет. Ежегодно эта планка будет повышаться на полгода. Таким образом, в 2027 году казахстанки будут выходить на заслуженный отдых в 63 года. Выросли и сами пенсии на 8%. Минимальный ее размер теперь почти 34 тысячи тенге. А государственная базовая пенсионная выплата составляет 15 тысяч. А тыни пенсионная система полностью привязана к трудовому стажу. Хорошая пенсия тем, кто больше работал. Напомним, пенсия и пособия в 2016-2017 годах были повышены трижды. С 1 января 2018 года, как озвучил глава государства в послании народу Казахстана, солидарные пенсии повышены на 8%. Для кого и на сколько увеличились пенсии и пособия, моя коллега Асель Турар расскажет. Итак, солидарная пенсия с 1 января выросла на 8% для более 111,5 тысяч ахмуринцев. Средний размер пенсии по возрасту в области составил 51 160 тенге, без учета базовой пенсионной выплаты. В этом году это 15 274 тенге. В послании Эльбасе отметил, что с 1 июля 2018 года базовая пенсия увеличится в среднем в 1,8 раза, в зависимости от трудового стажа. То есть предусматривается изменение методики расчета базовой пенсионной выплаты с учетом пенсионного стажа. В пенсионный стаж будет включаться стаж, отработанный до января 1998 года, и стаж в накопительной пенсионной системе. С 1 января 2018 года два вида ежемесячных пособий для инвалидов, государственные социальные и специальные государственные, объединены в одно. Например, инвалиды второй группы от общего заболевания до января 2018 года ежемесячно получали государственные социальные пособия по инвалидности в размере 33 999 тенге и плюс спецгоспособия по инвалидности в размере 33 381 тенге. Всего выплат получали 37 380 тенге. С 1 января 2018 года в связи с объединением выплат и изменением размера прожиточного минимума размер пособия составляет 43 275 тенге. Повышенные размеры других пособий, например, на рождение ребенка и по уходу за ним в связи с увеличением месячного расчетного показателя. Повышение пособия по случаю потери кормильца связано с увеличением размера прожиточного минимума. По уходу за ребенком инвалидом минимальной заработной платы. Один из самых больших разделов послания президента народу Казахстана – человеческий капитал основа модернизации. Он, пожалуй, вызывает наибольшую реакцию граждан, ведь именно здесь предложены варианты решения социальных проблем. Все свои социальные обязательства государство исполнит в полном объеме, говорится в стратегическом документе. Напомним, повышение социальных выплат, в том числе и пенсий, увеличит доходы более 3 миллионов казахстанцев. Кроме того, с 1 июля вводится новый вид государственного пособия для родителей, ухаживающих за совершеннолетними инвалидами первой группы детства. Чучинско-Бурабайская курортная зона. Еще в прошлом году на одном из совещаний Акимобласти подчеркнула. Наша главная задача – превратить курортную зону в круглогодичный туристический центр. Для этого у нас есть огромный потенциал, который мы должны максимально использовать. В планах строительства горнолыжного курорта, развития придорожного сервиса, строительства аквапарка в Боровом. Кроме того, в рамках проекта «Духовные святыни Казахстана» с участием ученых будет произведена реконструкция поселения ботайской культуры. А пока в этом году для любителей активного зимнего отдыха в Чучинско-Бурабайской курортной зоне подготовлено немало развлечений. Отечественная резиденция Санта-Клауса в казахстанской Лапландии, ледовый городок на поляне Аблайхана, большая горка на территории отеля «Риксос Боровое». Здесь же запущен первый в Казахстане круглогодичный вейк-парк, который работает как зимой для сноубординга, так и летом для вейк-бординга. Для туристов представлен огромный спектр услуг – лыжные прогулки, прокат снегоходов и коньков. Только за первую новогоднюю неделю Бурабая посетила около 10 тысяч человек. Наша съемочная группа оценила преимущества зимнего отдыха. Об отечественном туризме – наш следующий видеосюжет. Это не съемки на Северном полюсе. Это зимняя сказка в казахстанской Лапландии. Все для активного отдыха. Катание на собачьих и лошадиных упряжках, на снегоходах и квадроциклах. Особо у туристов пользуется популярностью и шаманская деревня. Конечно же, самое интересное в казахстанской Лапландии – это лапландский чум. Как вы видите, здесь кругом шкуры животных. Это северная версия древнейшего рукотворного жилища. И здесь шаманы проводили свои ритуалы. Общение с миром духов у них происходило через отверстие для дыма в верхней части чума. Нарвай, сделай, или могу? Все это, конечно, необыкновенно, интересно и познавательно. Но какая Лапландия без главной достопримечательности – резиденция Санта-Клауса? Встретиться с главным волшебником, увидеть школу эльфов, рассказать о своих успехах и загадать желания – здесь можно всегда. Сказочную комнату к Санта-Клаусу ведет волшебный и таинственный коридор с семью чудесами света. Важная же работа Санты круглый год – читать письма детей и отвечать на них. На почте работают его помощники – эльфы. Также у нас есть детская игровая комната. Но, несмотря на это, у нас еще на улице есть катание на хасках, катание на собаках, катание на коньках, боди-арт, аквагрим – множество-множество интересных фактов, где дети могут реально оказаться в сказочной стране. Всем здесь очень нравится. Свободное время на свежем воздухе, прогулки и поездки по окрестностям. Отдых здесь по-настоящему разнообразен. Визитная карточка курорта – загадочный камень Жумбактас. Здесь все окутано легендами и историями. Поляна Аблайхана, ледяное царство, лабиринт – все это отстраивают каждую зиму. Ой, просто классно. Я даже о таком мечтать не могла. Я приглашаю всех сюда, в Бурабай. Тут очень весело, красиво, интересно. Я горжусь нашим Боровым тем, что он богат разной красотой природы. Здесь много отдыхающих летом, зимой. Здесь очень весело, можно кататься на горке. В Боровое лучше приезжать с семьей отдыхать. У нас есть поляна Аблайхана, в котором есть самая высокая горка в Акмолинской области. Также есть там биатлон, ледовый лабиринт, ледовый ресторан. Также у нас есть казахстанская Алпандия, в которой очень много развлечений. Резиденция Санта-Клауса, катание на хасках, на лошадях, квадроциклы. Это там все очень сказочно. Также можно будет посетить музей природы, который находится в центре Борового. Есть также свой мини-зоопарк. В музее есть свой экскурсовод. В Бурабае любому туристу предлагают огромный спектр услуг, который удовлетворит требования даже самого искушенного гостя. Впервые за все года именно в этом месте построили вот такой вот сказочный ледовый городок на поляне Аблайхана. Где, как вы сами видите, дети радуются, катаются, очень интересно. Ну и в первую очередь, конечно, оздоравливаются. Ведь вот то, что здесь создано, это только для детей нашего края. Для туристов, предпочитающих активный зимний отдых, на территории отеля «Риксос Боровой» запущен первый в Казахстане круглогодичный вейк-парк, который работает как зимой для сноубординга, так и летом для вейк-бординга. Для меня каждое катание – это максимальное удовольствие и тренировка. Это скольжение приносит, наверное, самые безумные эмоции, поэтому я счастлив. Сегодня тренирую детей, передаю тот опыт, который был приобретен. Уникальные зимние развлечения, насыщенные экскурсии, знакомства с интересными людьми. Успейте и вы устроить себе зимние каникулы в дивных окрестностях Бурабая. Боровое, 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 нашей встречи рад. Православные христиане на неделе отмечали один из главных праздников – крещение. Купели были подготовлены во всех регионах страны. В ночь с 18 на 19 января все желающие испытали себя в иорданских прорубях. Новички изучали советы старших, товарищей, как преодолеть страх и войти в ледяную воду. А опытные маржи с нетерпением ждали приезда священнослужителя и освящения купели. На каждой дежурили спасатели и медики. Установлены и палатки, где можно было переодеться и согреться горячим чаем. Для кого-то погружение в купель уже традиция, а кто-то отважился впервые. О крещенских купаниях мой коллега Юрий Абердиенко. Крещение – великий православный праздник. Согласно Библии, именно в этот день небо по-настоящему открывается, вода освещается, и, окунувшись в нее, можно очиститься от всех грехов. Несмотря на крепкий мороз, сегодня на озере Копа, чтобы искупаться, собралось большое количество народу, с которым мы сегодня побеседуем. В Кокшетау в этот день, чуть ранее полудня, на озере начал собираться народ, окружая неплотным кольцом заранее подготовленную для купания прорубь. Освящение воды провел епископ Кокшетауский Акмолинский Сиропион. Подготовки мероприятия подошли основательно. Для обряда купания были подготовлены все необходимые атрибуты. Поздравления с одним из главнейших православных праздников в эту ночь звучали повсеместно. Поздравляем всех православных с великим праздником крещения Господня. Пусть на всех упадет Божья благодать, мир, дружба и согласие в нашем общем доме в Казахстане. Хочу отметить и выразить особую благодарность нашему Акиму города Ермеку Беркутбаевичу и всем, кто занимался изготовлением и устройством нашей купели. Нельзя не отметить тот факт, что с каждым годом количество желающих окунуться в прорубь увеличивается. Зачастую религиозный смысл праздника уходит на второй план. И купание в проруби воспринимается скорее как проверка на прочность. Смогу, не смогу. Мы на протяжении многих лет этот праздник празднуем. Но и как финал этого праздника приходим сюда, к проруби. Я лично уже на протяжении 10 лет прихожу в этот день, купаюсь. Ну и естественно получаю большой заряд бодрости и эмоций. Мы приехали с друзьями, с девушкой купаться, где все хорошо организовали. Приезжаем каждый год, не только в Каштай, везде ездим в деревню смотреть, даже и сами купаемся. Многие приходят к купели и просто для того, чтобы набрать святой воды в емкость, умыть лицо. Считается, что крещенская освященная вода обладает целебными свойствами, очищает душу и тело. Искупавшиеся в Иордане говорят, что действительно получают заряд бодрости и силу на долгое время. Такое увидели минувшую неделю корреспонденты телеканала Кокщен. Через 7 дней мы снова вернемся в эту студию и снова расставим акценты. С вами была программа «Индекс». Впереди новые семьи, новые факты и новые лица. Келесептада, Юждискинще. Редактор субтитров А.Семкин